Внимательно следим за поступающей информацией. Ну а сейчас об экономике. Мировые цены на нефть упали на 4% после решения ОПЕК продлить заморозку добычи. Стоимость Brent опускалась до 52 долларов за баррель, а цена барреля WTI ниже 49 долларов. Напомню, сегодня страны-производители нефти продлили соглашение по сокращению добычи еще на 9 месяцев. Об этом было объявлено в Вене, где прошло очередное заседание ОПЕК. Все подробности у Надежды Барановой. И сами участники переговоров в Вене, и большинство экспертов были настроены позитивно еще до начала встречи. Ведь вопреки ожиданиям, договоренности по сокращению добычи нефти выполнялись безоговорочно. На протяжении 5 месяцев мы наблюдали очень высокое соответствие исполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в конце прошлого года, что очень позитивно влияло на рынки. Снизилась волатильность, началась ребалансировка рынка, и мы видим снижение остатков постепенное. Но в день встречи в ОПЕК решили, что называется, потянуть интригу. Обсуждение главного вопроса отодвинули в сторону, чтобы принять в картель еще одного, 14-го участника, экваториальную Гвинею. Наконец, уже в 19 часов по московскому времени было официально объявлено. Соглашение продлено с сохранением всех прежних параметров. Продление на 9 месяцев такого решения является оптимальным. Мы благодаря этому сможем достичь среднего за 5 лет объема добычи. Это также повлияет на объем запасов в первом квартале 2018 года. Полагаю, что мы сможем достичь целевых значений до конца года. Напомню, документ, подписанный ОПЕК в декабре 2016 года, был, можно сказать, историческим. Снижать добычу страны-картели договорились впервые после 8-летней паузы. Затем к соглашению присоединились еще 11 государств. Их обязательства по сокращению составили больше 500 тысяч баррелей в сутки. Но есть и другая сторона. Ведь, к примеру, Соединенные Штаты продолжают наращивать производство сланцевой нефти. С начала года увеличили добычу на 500 тысяч баррелей в сутки. Надолго ли хватит эффекта от нового соглашения ОПЕК? Вопрос открытый. Тем не менее, уже сейчас ясно, опыт оказался удачным. В Вене заявили, после 2017 года сотрудничество продолжится. И уже сейчас рассматриваются варианты взаимодействия ОПЕК и других стран-производителей нефти на постоянной основе. Надежда Баранова, Екатерина Феоктистова, Вести. Ну и сейчас на прямой связи из Вены моя коллега Мария Бондарева. Мария, здравствуйте. Я так понимаю, у вас есть возможность пообщаться с министром энергетики России? Да, здравствуйте, Юрий. Совершенно верно. Сейчас узнаем из первых уст, о чем удалось сегодня договориться. Так, как называется, ОПЕК-плюс у министра энергетики Российской Федерации Александра Новака. Александр Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, подведите итоги сегодняшнего дня. Вот о чем в итоге договорились? Ну, только что закончилась встреча министров 24 стран, входящих в ОПЕК и невходящих в ОПЕК. Мы обсудили ситуацию, связанную с необходимостью продления соглашения. И пришли к выводу, все вместе консолидировано, о том, что необходимо продлить действия соглашения о сокращении добычи нефти странами-производителями на период еще 9 месяцев. То есть с 1 июля 2017 года по 1 апреля 2018 года. С рынка уйдет 1 миллион 700 тысяч баррелей в сутки, что позволит в более короткие сроки обеспечить балансировку рынка, стабилизацию, снижение остатков и достичь тех целей, которые ставились, привести остатки на рынке до уровня пятилетнего среднего значения. Мы договорились также, что продолжит действие министерский комитет. Раз в два месяца он будет мониторить ситуацию, давать предложения странам, что делать, если возникнет такая необходимость. Очередное заседание министерского комитета пройдет в России в июле месяце. И мы ждем наших коллег в июле для того, чтобы провести такую встречу. Вы сказали, что договорились на 9 месяцев продлить соглашение. Почему именно на 9 месяцев? И еще речь шла вчера, в частности, о том, что может быть еще после этого продлено соглашение на 3 месяца. С чем это связано такое решение? Почему именно на 3 месяца? Мы рассмотрели очень много разных вариантов и пришли к выводу, что 9 месяцев это наиболее оптимальный вариант, потому что он позволяет пройти период низкого спроса. Это когда зимой на рынке спрос со стороны потребителей падает по отношению к летнему периоду на уровень примерно около 2 миллионов баррелей. Поэтому наиболее оптимально пройти этот период и в период роста спроса в первом полугодии действие соглашения при росте спроса может быть закончено. Поэтому срок 9 месяцев на сегодняшний день самый эффективный. А потом еще на 3 месяца будет продлено? У нас есть возможность мониторить ситуацию и принимать разные решения, в том числе как в сторону увеличения срока, так и в сторону сокращения. И вот мониторинг комитет министров, куда будут входить, входят, продолжают страны ОПЕК и не ОПЕК, 5 министров, мы будем давать соответствующие предложения. На сегодняшний день мы считаем, что 9 месяцев это наиболее оптимальный срок. А какого эффекта вы ожидаете от продления заморозки добычи нефти? Вы говорили, что с декабря 2016 удалось сократить добычу на 1,7 млн баррелей. Вот сейчас на какой эффект ожидаете? Во-первых, эффект, который мы уже достигли, его нужно оценить в положительную сторону, потому что действие соглашения показало свою эффективность. Мы видим более высокие цены, чем могли бы складываться сегодня на рынке, потому что избытки все-таки еще есть на рынке нефти. И я думаю, что сегодняшняя премия от действия соглашения на рынке от 10 до 15 долларов минимум. Собственно, наша задача была в том числе сохранить этот диапазон цен, снизить риски волатильности и снижения цен, обеспечить возврат инвестиций при более высоких ценах в отрасль. Ну и, конечно, главная задача – это ликвидация излишков на рынке, которые накопились в период предыдущих лет. А параметры соглашения остаются прежними? Я бы не сказал, действительно, все те целевые уровни, которые были обозначены меморадумами о сотрудничестве в декабре прошлого года, они будут сохранены и на ближайшие 9 месяцев. Страны, которые участвуют сейчас в соглашении, достигли очень высокого уровня исполнения соглашения. Мы отметили, что впервые, наверное, в истории такой высокий уровень на 100% исполняется соглашение как странами ОПЕК, так и странами, не входящими в ОПЕК. Такого никогда не было обычно. Максимум было там 80, может быть, 85%. А кто-то это отслеживает? Нет такого, что, например, рисуют показатели просто для отчетности? Для этого созданы необходимые инструментарии. Мы пользуемся источниками известных аналитических агентств и вторичных источников. Нам очень помогает секретариат ОПЕК, который имеет большой опыт работы по мониторингу ситуации добычи в мире. И поэтому здесь, на наш взгляд, все цифры абсолютно корректны. Страны, которые сегодня участвовали, министры их подтверждают. Не было ни одного вопроса по поводу некорректности каких-то цифр. Ну а что все-таки нужно, чтобы прийти к заветной цели и сократить среднемесячные запасы до уровня средних за 5 лет? Нужно, чтобы рос спрос на рынке. Первое. И мы видим, что сегодня спрос, по прогнозам, на этот год выше, чем изначально планировался. Где-то миллион 300-400 баррелей в сутки. Второе. Предложение на рынке, которое влияет на баланс спроса, на баланс на рынке. И сегодня мы за счет снижения добычи до тех уровней, которые были возначены соглашением, именно достигаем этой цели. Мы снижаем остатки. Мы видим позитивный тренд, который начался в конце прошлого года. В марте-апреле он усилился. И если говорить по цифрам, то из примерно 320-340 лишних миллионов баррелей на остатках сегодня, мы уже имеем 250 миллионов баррелей. Для того, чтобы прийти к пятилетнему среднему минимуму, нужно еще достаточно продолжительное время. И вот сегодня странные пришли к общему пониманию, что где-то в конце этого года, в первом квартале следующего года, мы можем достигнуть этого показателя. То есть до конца 2017-го это возможно, да? Может быть, конец 2017-го года, начало 2018-го года. Все будет зависеть от, в том числе, развития ситуации на рынке. Ну, наверное, один из ключевых вопросов. Как сегодняшние договоренности повлияют на нефтяные котировки? Ваши прогнозы. Ну, наша задача, в первую очередь, не связана с тем, чтобы цены повышать, потому что сегодня уже цена фундаментально включает в себя те соглашения, которые заложены. Но, тем не менее, на мой взгляд, есть и более высокий потенциал. Посмотрим, как рынок будет реагировать. Очень много факторов, которые, в принципе, влияют на цену на нефть. И, конечно, баланс спроса и предложений – это ключевой фактор. И мы сегодня отмечали, многие министры об этом говорили, что наше соглашение именно, в первую очередь, направлено на создание фундаментальных факторов для того, чтобы сохранялась оптимальная цена для привлечения инвестиций и для того, чтобы потребителей это удовлетворяло. Поэтому, на мой взгляд, мы можем иметь уже ту премию, которая сейчас на рынке складывается, так и перспективе, также иметь другие показатели. А какой уровень нефтяных цен сейчас вообще приемлем для России? Что бы хотелось видеть Минэнерго? На мой взгляд, те цены, которые сейчас складываются, и в том числе в результате действия соглашения, они достаточно для России комфортны. Хотя, конечно, любая цена выше сегодняшних 52-55 долларов. Это дополнительные валютные доходы, дополнительные валютные поступления. Тем не менее, мы даже сегодня уже приспособились к текущим ценам, и наша экономика приспособилась. Бюджет, как вы знаете, сбалансирован при более низких даже ценах, для того, чтобы иметь некие резервы, люфты, резервы. Так всегда планируют Министерство финансово-экономические службы по наиболее пессимистичному сценарию. Но это и правильно, потому что мы должны эти риски предугадывать. Поэтому, на мой взгляд, сегодняшний диапазон от 50 до 60 долларов – это те цены, которые, на наш взгляд, позволяют учитывать интересы бюджета, компаний, производителей и потребителей. Лучше все-таки 60. Спасибо большое, Александр Валентинович, что согласились ответить на наши вопросы. Я напомню, что мы беседовали с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком. И передаю слово московской студии. Да, Мария, благодарю вас, вашего собеседника. Напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Мария Бондарева. Вертолеты России заключили сегодня контракт на поставке 60 вертолетов с государственной транспортной лизинговой компанией. Об этом стало.